Двойные стандарты дожили до пятницы, и надеемся, что вы тоже. Я теперь понял, кого ты мне напоминаешь. Ну-ка. Ты так бодро, вот прям, вот все, все люди в пятницу, у нас в редакции, посмотри, еле вообще ноги передвигают, все еле-еле ходят, глаза поднять не могут. Ты только, Казарин, порхает, бегает, веселится. Помнишь, был такой же... Что делать с человеком шипованная резина, правда? Фантастический роман был такой, Гиперион. Там был один из главных героев, один из главных персонажей, злобное божество Шрайка, который не как все из прошлого в будущее жил, а наоборот. Я так понимаю, что он в пятницу тоже был таким же веселым, как ты сейчас, а к понедельнику уже такой... Не переживай, в понедельник будет эффект поцелуя Дементора. Если бы ты читал Гарри Поттера, то ты бы понял, о чем... Ты опять придешь. Я не приду. Слушайте, друзья... Ты правда считаешь, что это смешная шутка? Подожди. Ты так весело, задорно хохочешь. Ты правда считаешь? Ладно, хорошо. Пусть для тебя будет сюрприз, садительника. Хорошо, хорошо. Я не знаю, мы так бодро начали, что, наверное, та тема, о которой мы договаривались, мы, наверное, перебросим ее, быть может, на следующий блок. Слушай, ты видел, что журнал «Тайм», который до этого, если не ошибаюсь, объявлял, что 2020 год худший в истории, это же «Тайм» делал, да? Это «Тайм», да. Предыдущая обложка. Да, перечеркивал, да, 2020. Он теперь вышел на обложке с Джо Байденом и Камалой Харрис, объявив, соответственно, их людьми года. Я занимался этим вопросом, я внимательно рассмотрел, вообще занялся историей этого вопроса. Мне было интересно, любопытно выяснить, во-первых, кто и когда, в какие годы становился человеком года, за какие заслуги получали те или иные персонажи эту награду, это звание, вернее. И знаешь, что мне еще было очень интересно? В какой момент вот эта вот награда «Мужчина года», ну, потому что изначально появилась эта награда в 20-е годы, это звание, как «Man of the Year», «Мужчина года», превратился в «Персону года», теперь же это «Person of the Year», то есть звание стало гендерно-нейтральным. И мы можем сейчас потихонечку, я нашел, нашел среди тех людей, которые появлялись за все это время на обложке «Time» в качестве «Персоны года» или «Персон года», нашел даже человека, с которым лично знаком, с которым я общался. Но мы к этому потихонечку дойдем. В 27-м году журнал «Time» начал вручать звание «Человек года», тогда еще был «Мужчина года», первым, кто получил это звание, был Чарльз Линдберг, человек, который первым пролетел из Америки в Европу на самолете, то есть фактически первым установил воздушное сообщение между Старым и Новым Светом. Дальше уже пошло как по накатанной, много всяких разных людей получали эти звания. Давай главную интригу, ну не главную, а одну из главных интриг. В 1999 году на рубеже 20-го и 21-го веков перестали вручать звание «Мужчина года» и превратилось это все в «Персоны года». Ты понимаешь, ведь на самом деле практически все американские президенты, которые избирались, они оказывались на обложке журнала «Time». Некоторые не по одному разу. Ну, всякого сомнения. И поэтому появление Джо Байдена, оно в принципе неудивительно. Но вице-президент США, чтобы оказался на обложке вместе с президентом США, вот это как раз впервые. Потому что, я повторюсь, там и Камила Харрис, и Джо Байден одновременно. И нужно понимать, что людьми года их объявляют не по факту сделанного, а по факту того, что эти люди олицетворяют для многих надежду. Ну, например, для Соединенных Штатов это надежду на какое-то новое веяние в американской политике, внешней, внутренней и так далее, и так далее. И это не история про то, что Джо Байден в 2020 году смог уже совершить что-то. Это то, что он стал олицетворением надежды. Критики этого награждения, не знаю, я все время использую слово награда, награждение, это, наверное, по сути, по форме, вернее, не очень правильно, а по сути, скорее всего, это и есть награда, по сути, это и есть награждение. Так вот, критики появления на обложке свежего номера журнала «Тайм» Камалы Харрис и Джо Байдена как персон года заявляют о том, что «А почему вы вдруг решили, что они персоны года?» Ведь еще даже официально, формально, они не являются избранными президентом и вице-президентом, потому что... А им говорят, а им говорят «Дональд, перелогитесь». Примерно так, да, примерно так и говорят. Ну, потому что формально-то действительно еще не было голосования выборщиков, формально... Через три дня будет. Через три дня. Формально это пока еще, ну, вот те люди, которые, ну, вот победили в первом, на первом этапе двух уровнях выборов, двухуровневых выборов. А ты помнишь, что в прошлом году был объявлен персоной года? Я сейчас посмотрю. Грета Тунберг. Грета Тунберг, да. Помнишь, как ярко и громко звучало ее имя на протяжении всего 19-го года? А в 20-м году мы ее уже не вспоминали. Даже, собственно, как австралийские пожары, о которых всех заботили в январе-феврале. А ты знаешь, кто чаще всех появлялся на обложке? Кто появлялся даже не два, а три раза на обложке журнала «Тайм» в качестве персоны года? Микки Маус? Ну, там один раз чуть не появился. Чуть не появился действительно мультипликационный персонаж. Но это был не Микки Маус, а это был слоненок Дамбо. Но его в срочном порядке пришлось убирать, потому что... Знаешь, что случилось? Произошел налет японской авиации на Перл-Харбор, и Дамбо так и не стал персоной года. Он должен был получить звание млекопитающие года. Но он не получил. А вот кто трижды получил, Юрка расскажет чуть позже. Верим. Верим, что рано или поздно придет тот момент, когда на обложке журнала «Тайм» в категории «Человек года» окажется Юрий Мацарский. Слушай, ну прекрати. Ну прекрати, в конце концов. Что такое? Что такое? Ну начали с того, что не умеешь... Ну, вернее, не всегда получается шутить. Ну не надо. Давай с понедельника начнем. Господи, Юра так начинает так грызаться, когда начинает краснеть. На самом деле он застенчивый. Так вот, ну не хочешь быть «Человеком года» тут на самом деле уйма номинаций. Я тебя буду перечислять, можешь выбрать прямо в прямом эфире. На самом деле действительно журнал «Тайм» он объявляет не только «Человека года». Там есть самые разные номинации. Например, «Бизнесмен года». В этом году им объявлен изобретатель сервиса видеоконференции «Зум». Его зовут Эрик Юань. Мы с тобой не рассказали о том, кто чаще всех попадал на обложку. Кто чаще всех попадал на обложку. Чаще всех попадал на обложку, знаешь кто? Черчилль. Франклин Рузвельт. Трижды. Трижды попадал. А Черчилль попадал дважды. Но зато в первый раз он попал как персона года, как Человек года. А второй раз он попал уже как персона 50 лет. Персона целого полувека. А почему Франклин Рузвельт попадал трижды? Это было приурочено к каким-то событиям. Ялтинская конференция, Потсдамская, Тегеранская, окончание Второй мировой войны, начало Второй мировой войны. Я не знаю, Перл-Харбор. Это в третий раз он попал, когда случилась атака на Перл-Харбор. И им в срочном порядке заменили этого самого слоненка Дамба. Мультипликационного слоненка Дамба. В первый раз он попал вскоре после своего избрания в 1932 году. А потом всегда американские президенты в год избрания попадают на обложку «Тайм». Потом он же был автором целой программы по реанимации американской экономики, по спасению ее от последствий Великой депрессии. Он придумал вот то, что называлось «Нью Дил», вот эта вот программа большая. И спустя два года после первого своего появления, в 1934 году, он второй раз оказался на обложке. Всего он был трижды. Несколько людей попадали дважды. Среди них Сталин, например. И среди них Михаил Горбачев. Сталин стал «Человеком года» по версии «Тайм» в 1939 году. Как антигерой? Сейчас объясню. В 1938 году «Человеком года» по версии журнала «Тайм» был Адольф Гитлер. И тогда, и в 1938, и в 1939, и потом еще в 1979 году, когда «Человеком года» по версии «Тайм» стал лидер исламской революции Айтала Хамлини, редакция объясняла, что мы выбираем в качестве «Человека года» не самого лучшего, не самого приятного, не самого интересного, вообще не самого хорошего человека. Мы выбираем того человека, который задает тренды, того человека, с которым, скорее всего, будет олицетворяться этот год. В 1938 году, понятно, это был Гитлер, в 1939, понятно, это был Сталин, потому что они как раз в 1939 году напополам с Гитлером распилили Польшу и, судя по всему, вынашивали какие-то дальнейшие совместные планы. А в 1979 году, кстати, был большущий скандал после того, как Айтала Хамлини попал на обложку журнала «Тайм» и был признан «Человеком года». И после этого, как раз после Айтала Хамлини, столкнулся журнал «Тайм» с большими проблемами, потому что многие подписчики и покупатели отказывались покупать, были проблемы, насколько я понимаю, с рекламодателями. Ну и, в общем, буквально рынок вынудил журнал «Тайм» больше не ставить на обложку. Вот уж нас столько противоречивых персонажей. Ну, я повторюсь, на самом деле, вручают они номинации не только в категории «Человек года», есть «Спортсмен года», «Бизнесмен года», «Музыкант года». Ну, мы уже сказали, что «Бизнесмен года» — это изобретатель сервиса видеоконференции «Зум», о существовании которого все узнали с момента начала пандемии. «Спортсмен года» — это мне неизвестный, но наверняка известный любителям баскетбола Леброн Джеймс. В категории «Артист года», кстати, победила кей-поп-группа «Би-Ти-Эс». Ты слушал что-нибудь у них? Нет, я в принципе не знаком с таким направлением музыкального. Кей-поп-группа. Ну, в общем, мы с тобой просто слишком старые, потому что, судя по фотографиям, ребята, ну, ребята где-то в полтора, а тебя уж точно раза в два моложе. Вот, зато есть номинация «Хранитель». Отмахнулся как тебя уж вообще, ну, извините, извините. С Юрой, на самом деле, в такую погоду удобно ходить по улицам, потому что песочек сыпется и не скользко. Так вот, есть еще категория «Хранители года», и в этом году кто, как ты думаешь, получил ее? В этом году, я предположу, я предположу, что, может быть, «Хранителями года» в этом году стали те врачи и те медицинские работники, которые борются с пандемией коронавируса. Да, абсолютно точно. Медики в этом году стали «Хранителями года». Вот, и ты просто остается напомнить, 93 года подряд журнал «Тайм» присуждает, определяет победителей своих номинаций. А мы еще знаешь, о чем с тобой забыли рассказать? Сейчас расскажем о тех людях, с которыми мы лично знакомы, из числа тех, кто попадал, тех, кто не просто был номинирован на звание «Персона» или «Человека года», а и тех, которые получали это звание, мы сейчас о них и расскажем. Давай. Я, бог, даже не знаю, стоит ли продолжать. Я подозреваю, что после твоих зажигательных шуток нас тоже никто и не слушает. Ну, для Глеба, для нашего звукорежиссера, продолжим. Ну, в конце концов, раз уж пришли. Человек пришел на работу, в конце концов, мы должны его уважать. Порадуем, да. Смотри, до 1999 года, я напомню, что именно в этом году звание «Человек-мужчина года» превратилось в звание «Персона года», а три женщины отдельно удостаивались этого звания, и тогда журнал выходил уже под обложкой не «Мужчина года», а «Женщина года». «Первые женщины года» – это удивительная история. Я вот никогда в жизни сам бы не догадался, кто стал «Первой женщиной года», пока не полез и не посмотрел. «Первой женщиной года», по версии журнала «Тайм», в 1936 году стала миссис Симпсон. Та самая американка разведенная, на которой женился британский король Эдвард VIII, из-за которой он вынужден был отречься от престола, потому что… Георгий VI, да? Георгий VI или IV, давай проверим, как, собственно, звали отца нынешней Елизаветы II. Соответственно, смотри, а следующий, второй… Я просто напомню, наследник британского трона, соответственно, решил считаться марганатическим браком, который просто не с аристократкой, а просто с американкой. Я даже не знаю, кто она была по профессии, была ли она там какой-нибудь актрисой и так далее. Еще был большой скандал за то, что она была разведенная, что вообще было непринято. Да, потому что английский король является в том числе и главой церкви англиканской, и, условно говоря, если человек разведен, но его супруг продолжает оставаться в живых… Георг VI. …то он продолжает оставаться в браке. И в итоге, да, тот британский монарх сказал, что для него… Ну, точнее, он еще не прошел на тот момент процедуру коронации, но она его ожидала. Он сказал, что он любит эту женщину, ради нее готов отречься от престола, отрекся от престола, и на трон вошел его брат Георг VI, отец нынешней Елизаветы II, нынешней британской… В свою очередь, в 1952 году тоже стала «Женщиной года». Круг замкнулся. Да, племянница как раз этого самого Эдуарда VIII. А единственной, вернее, третьей женщиной, которая до 1999 года была еще названа «Женщиной года», была президент Филиппин Кориакина. Вот ее тоже признали «Женщиной года». Это случилось в 1986 году. Еще, еще важный момент. При этом некоторое количество, вот как и в этом году, некоторое количество награждений включало не одного человека, а группы или вот пары, пары людей. И вот среди таких пар, например, был Чан Кайши, лидер докоммунистического Китая, и вместе с ним звание «Персоны года», они даже стали парой года, стала его жена, мадам Чан Кайши. В 1937 году он был номинирован и получил награду как «Мужчина года», а она, по-моему, я могу что-то путать, но, по-моему, это единственный случай в истории, когда она получила звание как «Жена мужчины года». Ну ладно. Наши знакомые там, мы же с тобой договорились. Да, ты говорил. Ой, да, точно, давай рассказывай. Я специально выдержал некоторую, ну, вот, некоторую такую паузу. Смотри. У тебя сегодня бенефис. Вовсе нет. Я за попкорном. Вовсе нет. Смотри, с чего стоит начать, на что бы я обратил внимание. Ну вот есть такие, время от времени на обложку попадают такие очень общие какие-то истории. Например, там несколько лет назад «Человеком года» журнал «Тайм» признал тебя. Не тебя, Павел Личный, не тебя, Глеб Личный, а вот просто тебя. Было написано «Персона года» большими буквами «Ю», и обложка покрыта зеркальным таким вот материалом, чтобы… А в каком году? Вот несколько лет назад, я могу проверить, но это вот было совсем недавно. А в 2014 году, нет, в 2011 году, в 2011 году персоной года стал протестующий. Вот, если ты помнишь, тогда начиналась «Арабская весна», если ты помнишь, тогда случились все эти истории с «Окупай Уолл-стрит», тогда появилось движение такое демократическое, продемократическое в Америке, и вот тогда был признан «Человеком года» такой собирательный образ протестующего. Я просто работал как раз на «Арабской весне», в самых разных странах, поэтому, ну так, условно говоря, с вот этим самым протестующим я знаком. Но есть конкретные люди, с которыми я тоже знаком, но и уже не с собирательными образами. В 1995 году «Человеком года» по версии журнала «Тайм» стал Ньют Гингридж. Тогда он был председателем, руководителем, главой республиканской партии США. В 1994 году республиканская партия победила с невероятным отрывом на выборах. И тогда, собственно говоря, в палате представителей Гингридж стал спикером, руководителем. И вот его из-за этой победы, из-за такого значимого для него и для партии «Шага» признали «Человеком года». Он несколько лет назад, Ньют Гингридж, приезжал с лекцией Ями, с рядом лекцией в Украину. Я вот в Киеве с ним встречался и для одного из изданий украинских делал с ним интервью. И мы 20 минут где-то с ним тет-а-тет говорили. Конечно, человек, ну знаешь, он же советник Дональда Трампа. Не знаю, как сейчас, на тот момент он был советник Дональда Трампа. Человек, которого тетровали и любили тетровать, как, значит, один из ближайших соратников Трампа. Чуть ли не тот человек, который проложил Дональду Трампу путь в политику. И он действительно, он там с ног до головы напичкан всякими инсайдами, касающимися Трампа, касающимися того, что творится внутри республиканской партии. И было просто интересно с этим человеком поговорить. Но я хочу тебе сказать, конечно, вот эта вот американская политическая закалка дает о себе знать. Он почти нигде не давал себе расслабиться и на все вопросы отвечал. Да это самый прекрасный человек на свете, Дональд Трамп. Да вы просто, ну вот вы, если бы вы его знали так, как знаю его я. Да дайте ему еще, да он такое устроит. Дайте ему еще сто дней. Ну не было такого прям, дайте сто дней. Он все то, что делает Трамп с точки зрения Гингрича, не знаю, искренне он в это верил или просто, ну, партия. Просто американцы не ругают Америку за пределами Америки, особенно давая интервью представителям других стран. Продолжает Юрий знакомить нас со всеми теми людьми года, которые рано или в какой-то момент времени оказывались на его жизненном пути. Продолжай. Да я уже хотел заканчивать, если честно. Ну, слишком мы, смотри, много посвятили времени этой истории. Хотя я хочу тебе сказать, как для пятницы, так это вполне себе оправданно, ну, потому что о серьезных вещах еще успеем поговорить. Хотя я не хотел бы, хотел бы заметить, что это тоже, в общем, достаточно серьезная вещь. Смотри, проверил, в 2006 году ты стал персоной года, не ты конкретно, а вот. В 2016 или 2006? В 2006. Окей. Я перепутал, сказал пару лет назад, ну, может, для меня действительно пару лет назад. Все смешалось. А вот пару лет, вот буквально пару лет назад, в 2008, в 2018, я что-то в прошлом живу. В 2018 была группа людей, признана персонами года. В эту группу людей входили журналисты, которые подверглись нападениям, тюремному заключению или даже смерти за свою профессиональную деятельность. На обложке было несколько людей, включая, например, Джамала Хашоги, человека, который был саудовским журналистом и который был, судя по всему, убит на территории саудовского консульства в Стамбуле, в Турции. Там были другие люди, были, например, люди из Мьянмы, которые проводили журналистские расследования массовых убийств мусульман Рахинджа. Были люди из газеты «Капитал» из Соединенных Штатов Америки, в редакцию которой расстреляли. Были люди из Вьетнама, из Венесуэлы. Была заместительница главного редактора «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, которая подверглась нападению бандитскому. И был наш с тобой знакомец Аркадий Бабченко. О, Аркаша прекрасный. Да, в числе тех людей, которые были отмечены в качестве персон года в 2018 году журналом «Тайм». Мог бы сидеть в этой студии и везти с нами, если бы не уехал. Он решил уехать. Он решил уехать, а мы решили остаться. Слушай, иногда ты знаешь, вовремя уехать это дорогого стоит. Ты на что намекаешь? Ты когда-то забирался? Это я вчера был на презентации книги Станислава Асеева. Это журналист из Донецка, который остался там после захвата боевиками украинского города. И который продолжал оттуда писать тексты. И который в какой-то момент схватили боевики и почти два с половиной года держали в тюрьме. Два года и четыре месяца. Я вчера был у него на презентации книги. Которая у него вышла. Называется «Светлый путь. История одного концлагеря». Я сейчас сразу посмотрю, где ее можно заказать. Она только-только вчера вышла. Ну понятно, что он. Он подарил мне экземпляры. Я вчера прочел уже половину. И это очень сильная вещь. Я сейчас объясню, чем она важна. Это воспоминания Станислава Асеева, журналиста, в том числе журналиста Украинского бюро Радио Свобода, об этих двух с половиной годах, проведенных в тюрьме так называемой ДНР. Причем он сперва сидел в подвале, условно говоря, Министерства государственной безопасности так называемого, где из него выбивали показания. А потом его бросили в изоляцию. Что такое изоляция? Так, это территория бывшего завода, которая до войны была переоборудована, такое пространство для выставок, культурных мероприятий. Ну, условно говоря, если так, знаете, очень примитивно и схематично, это вот мастерский арсенал в Киеве. Вот нечто, функционал похоже выполняла изоляция в Донецке, насколько я понимаю. И она была расположена на территории одного из бывших заводов, прямо в центре города. И когда, соответственно, боевики, террористы захватили украинский Донецк, они устроили там спецтюрьму. Спецтюрьму с очень жесткими условиями содержания. Более того, в цеха завода они загнали танки, устроили там хранилище боеприпасов. А вот в развитой этой системе бомбоубежищ, которая была выстроена под заводом, они устроили в том числе камеры и бытошные. И там содержали тех людей, которых боевики считали самыми опасными и самыми, соответственно, какими-то теоретически важными для себя заключенными. И смотри, кто самыми опасными оказались. Ученый Игорь Козловский, журналисты и писатели Станислава Семеновича. Это не были там какие-то супермены, не были какие-то представители, не знаю, спецслужб, даже подозреваемые в том, что они какие-то супермены этих спецслужб. Оккупанты брали людей, которые просто понимали, что эти оккупанты делают. Знаешь, это любопытно. Вот Стас Асеев, он в своей книге не торгует какой-то эмоцией, знаешь, не нагнетает. Он просто вот описывает, как это было. Любопытно, что Стас Асеева, ему на момент захвата было младше, чем нам с Юркой, он там 25, условно, лет ему было. Ему суммарно боевики его присудили, засудили на 30 лет лишения свободы по нескольким срокам. Так первые 5 лет, знаешь, за что ему дали? За то, что он в своей статье ДНР брал в кавычки. Он аббревиатуру ДНР или, например, Донецкая Народная Республика брал в кавычки. Они говорят, а, это посягательство на государственный суверенитет ДНР, вот тебе 5 лет лишения свободы. А потом ему еще довесили статью за шпионаж, соответственно, за какую-то условную измену родине, непонятно какой. И он провел долгое время вот именно в этой самой изоляции. Это была... И это не тюрьма, это именно концентрационный лагерь, потому что, да, он говорит, я жил с матерыми зэками в одной камере. Ну, там, у них там суммарные отсидки по 20-21 год. Знаешь, когда все тело пестрит татуировками, там, кресты, мадонны всякие, прочие зэковские вот татуировки. Они говорят, мы не понимаем, по каким правилам это все живет. Это не тюрьма, это концлагерь. Такого не бывает, такого не должно быть. Это заповедник садизма. Это история про то, что человек, например, 8 месяцев ходит в пакете, надетом на голову. И он может смотреть из этого пакета только себе под ноги. Он не может смотреть по сторонам. То есть, в принципе, его полностью ограничивают в том, что он даже не может оглянуться. Это история про то, что тебя вытаскивают на ночные допросы. А если ты не подписываешь то, что нужно боевикам, они могут привезти, например, твоего сына и пытать его на соседнем столе. Или это история про то, что они выбивают необходимые себе показания тем, что угрожают. Если ты сейчас не подпишешь то, что нам нужно, что там какой-нибудь шпион, да, мы сюда сейчас свою жену и дочь привезем. И сам представляешь, что с ними будет. То есть, это такое себе, знаешь, я вот читал, и я понимал, что это перекликается с тем, что я читал у Солженицына в архипелаге ГУЛАГе. То есть, такое ощущение, что там в ДНР вот вся эта сволота, так называемая, состоящая из боевиков, она косплеит не Советский Союз. Она косплеит именно вот сталинский период в его самом извращенном изводе, в самом жестоком изводе. И это вот, знаешь, еще история про Ханну Арен, про обыденность зла, про то, что люди занимаются таким регулярным ежедневным садизмом. И для них это просто обычная работа, и они даже не понимают, что делают. При этом, прости, что меня поразило, Стас Асеев в своей книге, он пишет о том, что примерно половина всех заключенных в этом концлагере и изоляция, это сами боевики. Так называемые вот эти все ополченцы, он говорит, я видел их всех от рядовых до генерал-майоров, потому что постоянно их там по обвинению в государственной измене выдергивают из окопов. И начинают их же бывшие, условно говоря, соратники по окопам пытать, выбивать показания. То есть такой настоящий 37-й, понимаешь? Вот такая вот мясорубка, и в какой момент ты попадешь в нее, совершенно непонятно. Потому что люди, по которым, мотивы, по которым люди попадают на подвал в Донецке, они ведь самые разные. Кто-то переходил дорогу по Зебре, ехал какой-нибудь Бонза из ДНРовских и решил, что вот, я не знаю, ему дорогу должны были уступить. Или ты вышел на улицу, а у тебя загар какой-то очень сильный, и кому-то это бросилось в глаза. Ты кого-то фотографировал, какую-то кофейню, какому-нибудь боевику показалось, что там ты подозрительно выглядишь и фотографируешь стратегические объекты. И вот это реальность, которая продолжается в том числе в тот момент, когда мы с тобой ведем этот эфир. Книга называется «Подвинь и стадио НВ». Я напомню сейчас, как книга называется, а потом ты продолжишь. Я не успел это сделать в конце предыдущего часа. Давай так, «Светлый шлях». Эту книгу можно купить уже, по крайней мере, я вот посмотрел в крупнейших украинских интернет-магазинах книжных. Она есть, стоит примерно 200 гривен, ну плюс-плюс доставка. Да, там под одной обложкой, одновременно и украинская версия, и русская версия книги, «Светлый путь. История одного концлагеря». Станислав Асеев, украинский политзаключенный, написал, который провел 2 года и 4 месяца в плену у боевиков. В самом жестоком месте, которое сегодня есть на территории украинского города Донецк, это вот пространство-изоляция, бывшая когда-то арт, условно говоря, такой платформой, а теперь ставшая концлагерем. Ну, сначала это было производство в советские времена. Да, когда-то это была территория завода, потом на территории завода появилось арт-пространство, а в 14-м году боевики, или в 15-м, переделали его в концлагерь. И, ты знаешь, вот, это сборник рассказов, очень живо, ярко написанных, ну, вот я повторюсь, то есть ТАСС не торгует эмоцией, а вот просто описывает реальность. Он говорит, что примерно половина из тех, кто содержится на территории изоляции, это сами боевики, бывшие, которых вот они... Ну, давай так, оккупанты и их пособники. Да, которых внезапно там в результате каких-то межвидовых разборок одни боевики бросили на подвал, соответственно, других боевиков. И вот они там живут, и вообще там через несколько дней, когда после нескольких раундов пыток, когда они уже не понимают, что с ними происходит, когда они абсолютно дезориентированы, сами боевики вот понимают, что вот такие люди, как Стас Асеев, такие люди, как ему подобные, которых там за проукраинское настроение бросили на подвал, они теоретически могут попасть под обмен, и они могут вернуться в Киев, их может в результате там этих долгих переговоров украинская власть выторговать и обменять на каких-то других пособников террористов. А вот эти вот боевики, которых из окопов дернули и теперь пытают их же бывшие, условно говоря, товарищи по оружию, никакой перспективы в целом не имеют. И самое сложное, вот как удержаться вообще на плаву в подобной ситуации, когда у тебя нет никаких новостей о том, что происходит за пределами твоей тюрьмы, когда ты не понимаешь вообще, выпустят ли тебя до истечения твоего срока у Стаса Асеева, 25-летнего журналиста, я напомню, его осудили на 30 лет лишения свободы. Самое сложное, вот найти какой-то мотив, не ожесточиться и, условно говоря, то есть не наложить на себя руки. Я читал эту книгу и понимал, вот как много выпало пережить нашим согражданам, которые так или иначе попали в плен к боевикам. И самое ужасное, что весь, вся эта катастрофа, весь этот ужас, весь этот повседневный ад, он продолжается вот каждый день, включая, например, сегодня, он будет продолжаться завтра, он будет продолжаться послезавтра. И когда ты читаешь эту книгу, ты понимаешь, что да, это вот эти квази-государственные образования под названием ДНР, ЛНР, они не имеют права на существование, потому что это просто какой-то заповедник садизма. Смотри, до этой книги выходила еще одна книга Станислава Асеева, выходила она чуть больше года назад, по-моему, это был сентябрь или октябрь прошлого 2019 года, тогда под одной обложкой были собраны репортажи, написанные Станиславом, отправленные в редакцию или в редакции, в тот момент, когда уже Донецк и его окрестности были оккупированы российскими наемниками, но еще до того, как он попал за решетку. У меня есть эта книга, я благодарен, мне ее наши коллеги из Донбасс-Реалии привезли в какой-то момент. Я ее, я честно могу тебе сказать, с большим трудом читал. Она очень хорошо написана, но очень тяжело читать, потому что вот то, о чем эта книга, то, чему она посвящена, это очень тяжелая история. Эта история, ты читаешь вот от начала до конца, но в хронологическом порядке, и ты вот видишь, как сгущаются, сгущаются, сгущаются тучи, ты видишь, как оккупация все затягивает и затягивает свои гайки, как люди, живущие в этой оккупации, постепенно в этот мрак, в эту пучину какого-то безнадеги, безнадеги опускаются туда, тонут в ней. И в конце концов, эта безнадега, она поглотила и самого Станислава, он попал, как они говорят, на подвал к этим самым, к оккупантам, к их пособникам, к счастью для Станислава. И мы как раз тогда, и я, и даже не столько я, сколько мои другие коллеги, везде, где только могли, всегда, когда только могли, напоминали о том, что есть проблема людей, есть проблема тех, кто продолжает оставаться в плену, есть проблема тех, кто подвергается пыткам, унижениям и так далее. И вот мне кажется, я очень надеюсь на это, что то, что не давали забыть ни власти, ни той стороне о том, что помнят об этих людях, то, что мы знаем их по именам, то, что мы помним, что эти люди ни за что оказались в подвале, позволило, ну, некоторых, не хотел сказать многих, но это неправильно, некоторых из этих людей спасти, позволило некоторым из этих людей вернуть свободу. Ты знаешь, вот вчера был на презентации этой книги, самая поразившая меня вещь, которую я не знал, оказывается, в парламенте уже очень долгое время находится закон о военных преступлениях. Дело в том, что украинское законодательство, в том числе Украинский уголовный кодекс, был не готов ко всему тому, что начало происходить в 2014 году. И те люди, например, которые выступают палачами в застенках, так называемых, ДНР, в украинском законодательстве нет даже статей, соответственно, уголовных статей, по которым их можно было бы судить, потому что, ну, не было готово украинское правосудие к подобному. И есть закон, его вот даже, кажется, в первом чтении рассмотрели, а во втором депутаты его все время откладывают. Вот закон на проект о военных преступлениях, насколько я понимаю, может быть, он точно называется как-то иначе, но, тем не менее, это вот удивительное головотяпство. Украинские парламентарии готовы заниматься чем угодно, но кроме как не вещами, которые способны в том числе защищать наших граждан. Потому что, ну, условно говоря, те палачи, которые сейчас пытают наших украинцев на территории оккупированной боевиками, они просто вот как бы могут смеяться в лицо, зная о том, что даже нету соответствующих статей Уголовного кодекса, по которым их можно было бы отправить за решетку. Сегодня мы с тобой вспоминали о Ньюта Гингрича, одного из лидеров Американской республиканской партии, одного из тех людей, которого называют ближайшим или одним из ближайших советников и соратников Дональда Трампа. И вот одно из тех определений, которые Ньют Гингрич использовал, когда рассказывал в том числе мне о Дональде Трампе, было то, что он целеустремленный и то, что вот он готов держаться до конца. Вот мне кажется, мне кажется, кто-то рассказал Дональду Трампу о том, что... Он целеустремленный. О том, да, о том, как... Он говорит, а, я целеустремленный. Какими словами его описал мне Ньют Гингрич, он думает, ну что же я буду теперь перед Мацарским в грязь лицом падать? И давай держаться изо всех сил. О чем я говорю? Он тут встречался со своими сторонниками. Он, это Дональд Трамп, и на вопрос о том, а не хочет ли Дональд Трамп выставить свою кандидатуру на выборах 2024 года, он сказал, так подождите, мы еще с этими выборами не закончили? Я не хочу думать о том, что будет через 4 года. И какой нарцисс, а? Я хочу сосредоточиться на том, что происходит прямо сейчас. То есть он еще воюет за свое президентство. Правда, я так понимаю, что он воюет уже, ну, скорее, вот, что называется, для вида, да? Для того, чтобы я о нем плохо не подумал, например. Почему? Потому что мы с тобой уже обсуждали на днях о том, что его жена Иванка и ее муж Джаред Кушнер переезжают, они уже собирают вещички. А тут стало известно, что не только Иванка и Джаред Кушнер собираются переезжать из Вашингтона, куда они переехали поближе к папеньке, но и первая леди Мелания Трамп уже начала тоже собирать вещички и потихонечку следит за тем, как эти вещички уезжают, а тоже во Флориду, а тоже туда, где тепло, где пеликаны, где пальмы, где ламантины, где вообще все замечательно. Те самые неизвестные мне животные, которых ты видел во Флориде, а я и нет. Морские коровы. Там даже на причалах очень часто висят знаки, которые запрещают включать на моторных судах двигатели для того, чтобы винты не поранили или, не дай бог, не убили ламантинов. Но мы сейчас не о ламантинах, мы сейчас о Дональде Трампе. Слушай, ну давай. То есть речь идет о том, что, судя по всему, и об этом пишут несколько ведущих американских изданий, включая CNN, все на самом деле уже решено. И то, что делает Дональд Трамп, это такая, ну, такая хорошая мина при очень плохой игре, он пытается продемонстрировать своим соратникам, своим поклонникам, что он еще готов сражаться, хотя в него не верит уже даже его родная жена. Ну, знаешь, при этом вот ты говоришь хорошо, когда человек целеустремленный. Не во всем. Гардиан пишет о том, что Дональд Трамп, который продолжает, пробудет еще в президентском кресле, ну, примерно 40 дней, за это время может успеть казнить приговоренных к смерти. И Гардиан делает вывод, что вот раньше, ну, вот казни не проводили там порядка 10 лет, а Трамп может попробовать поставить такой печальный антирекорд. Хотя, не знаю, ну, печальный, не печальный, но тем не менее, казнить как можно больше осужденных. Ну, конечно, печальный, потому что я напомню, что в Америке тоже очень мощное движение за отмену смертной казни, которую люди требуют больше не приводить в исполнение и не приговаривать людей к смерти. Более того, одно из ожиданий от Джо Байдена, что, возможно, как бы он вот как-нибудь точку в этом вопросе по поводу применения смертной казни в конечном счете и поставит. Но совершенно, вот, правда, не очень понятно, на что Гардиан ссылается. Тем не менее, тем не менее, есть традиция, что на самом деле президент перед тем, как покинуть Белый дом, он чаще всего вообще за неделю до того, как покинуть дом, он объявляет о помилованиях и так далее, и так далее. А очень редко, когда он перед тем, как покинуть Белый дом, наоборот... Наоборот, начинает вешать и стрелять. Последний раз, вот, приводили, ну, условно говоря, подписывались указы о приведении смертной казни в исполнение накануне того, как президент США покинет Белый дом. Это было в конце 19 века при президенте Гровере Кливленде. Он тогда, накануне того, как покинуть Белый дом, 14 осужденных казнил. Ну, слушай, я сейчас сделаю страшное предположение. Гровер Кливленд единственный президент в истории Соединенных Штатов Америки, который умудрился побыть президентом, проиграть выборы, а через 4 года вернуться. Может быть, таким образом Дональд Трамп тоже хочет повторить путь Гровера Кливленда? Ну, то есть это единственный президент, который с перерывом, но вернулся в президентское кресло. Вполне может быть. И дело в том, что сейчас на кону судьба 5 заключенных, приговоренных к смертной казни, насколько я понимаю. Потому что если их как раз отправят на электрический стул или сделают им смертельные инъекции, то суммарно Дональд Трамп станет тем американским президентом, за каденцию которого было казнено наибольшее количество человек за последние 130 лет. То есть он прям разошелся и во время своего президентства хочет, ну, то есть напоследок хочет войти в историю еще и за счет... Может быть, он считает, что его электорат от него этого ждет. Может быть, он полагает, что это вписывается в концепцию «Make America Great Again» вот с этим ее рессентиментом по собственному прошлому. Одному богу известно. Видишь, он и так уже вошел в историю. Он и так уже сделал несколько вещей, благодаря которым действительно останется в учебниках истории, причем не только американских. Ну вот, например, он вопреки решению Организации Объединенных Наций взял и в одностороннем, ну, фактически в одностороннем порядке, потом подтянулись и другие государства, но начал-то он признал Иерусалим столицей, столицей Израиля. Тогда как, например, с точки зрения ООН, город должен быть разделен на палестинскую и израильскую часть. А сейчас Дональд Трамп активно... Это тоже, собственно, тоже войдет в историю. Активно работает над тем, чтобы Израиль нормализовал, установил дипломатические отношения с целым рядом арабских государств. И вот на днях он убедил... Я так понимаю, что это в первую очередь благодаря посредничеству Дональда Трампа, благодаря его усилиям, усилиям его команды, было объявлено о нормализации отношений между Израилем и еще одной арабской страной, Марокко. Смотри, что сделал Дональд Трамп. Я так думаю, что это было сделано в качестве поощрения марокканскому королю и вообще марокканскому народу за то, что вот пошли навстречу Дональду Трампу. Он признал суверенитет Марокко над одной из самых таких старых, проблемных, спорных территорий. Он признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой. Вообще территория, в которой нет ни сельского хозяйства, в которой толком нет животноводства, в которой нет и никогда не было никакого промышленного производства, но из-за которой было пролито столько крови и из-за которой десятилетиями воевали самые разные страны и самые разные народы, вот теперь Дональд Трамп и там пытается поставить точку. Так, Западная Сахара. Огромный кусок действительно пустыни. Там есть некоторые оазисы, есть несколько городов, но в общем и целом это действительно просто пустыня, которая в течение, вот этот кусок пустыни, в течение долгих-долгих-долгих-долгих лет, был частью заморских владений Испанской империи. И вот даже уже после того, как перестала Испания быть империей, уже совсем почти ужалась до нынешних своих почти исключительно европейских территорий, аж до середины 70-х Западная Сахара формально оставалась частью Испании, испанской колонии. В середине 70-х под давлением Организации Объединенных Наций Испания передала эту самую Западную Сахару в совместное управление странам, которые вот граничили с этой Западной Сахарской территорией. Это Марокко и Мавритания. Почти сразу же после этого вспыхнула война. С одной стороны марокканцы, с другой стороны мавританцы. Была еще и третья страна. Местные жители, которые не хотели ни к тем, ни к другим, никуда не хотели примыкать. Собственно, ООН рассчитывала на то, и до сих пор рассчитывает на то, что там будет проведен некий референдум, по итогам которого местные жители, жители этой самой Западной Сахары, решат, что им дальше делать. Присоединяться ли к Марокко, становиться ли частью Мавритании, строить ли свое отдельное государство. Я вот сейчас посмотрел, там по оценке 2015 года местных жителей около 600 тысяч. Это в основном берберы и арабы. В основном берберы и арабы, причем берберы это же не просто местные жители, это в большинстве своем кочевники. Ну, то есть это настоящий такой заповедник кочевой жизни, раскинувшийся на значительную территорию Западной Африки. Так вот, никакого, с тех самых середины 70-х годов, никакого реального референдума не проводилось. Потихонечку, полигонечку, Марокко большую часть территории Западной Сахары аннексировала и захватила. Там в какой-то момент была республика Западной Сахары, которую даже признали некоторые правительства, но ООН отказалась, некоторые правительства других стран, ООН отказалась признавать, и потихонечку, полигонечку, Марокко всех повстанцев, как с точки зрения марокканского, собственно, правительства, а не повстанцы, выдавила. И порядка 80 или 70% территории потихонечку аннексировала. От остальных просто отгородилась стеной. Там огромная стена прямо в этой пустыне. И вот теперь дошло до того, что Трамп решил признать признать суверенитет Марокко над этой самой спорной Западной Сахарой, напомню, что ООН не хочет, не видит, не знает способов, как это легализовать, как легализовать власть марокканского короля и марокканского правительства над Западной Сахарой. Но это же не первый раз, когда Трамп идет вопреки решениям ООН. Как раньше он признавал суверенитет Израиля над Восточным Иерусалимом. Да. И точно так же мировое сообщество не признавало этот момент. Говорило, что продолжают оставаться вопросы по поводу, условно говоря, принадлежности, по поводу не случившейся Палестины и так далее. А Трамп вот в одностороннем порядке это все утвердил, оставив, соответственно, такое наследство своему преемнику. Я хочу тебе напомнить, если ты знал, ты, скорее всего, забыл об этом, что, собственно говоря, с ближневосточно-североафриканского региона, собственно, в англоязычном мире, есть такое определение МИНА, Middle East and North Africa, то есть все объединено в общий регион. И Ирак, и Сирия, и Египет, и Ливия, и Марокко, вот это вот один такой большой мегарегион. Так вот, история современных Соединенных Штатов Америки, история независимых Соединенных Штатов Америки во многом начиналась именно там. Почему она начиналась именно там? Потому что с 1801 года, вот буквально с первых десятилетий своего существования как независимого государства Америка вела в этом регионе войну. И, собственно, из-за этого региона Америке пришлось сначала заводить мощный флот, а потом заводить мощную армию. Почему? Потому что первая война, в которую вот за пределами своей территории влезла Америка, была Берберийская война как раз в тех краях, где находится Марокко, против берберийских пиратов. Американцы гоняли грузы туда-сюда из Штатов в Европу, из Европы в Штаты. Их все время грабили эти самые берберийские пираты, все вот эти вот обитатели североафриканского побережья. Американцы вынуждены были влезть. Почему? Потому что они теряли гигантские деньги. До 20% внутреннего валового продукта США уходило либо на выкуп груза, экипажа и так далее, либо на взятки всем вот этим вот пиратам для того, чтобы их не хватали их корабли. 200 лет назад. 200 лет назад, да. Это вот первая была Берберийская война. Всего их было, по-моему, три таких войны, когда американцы воевали против пиратов и против вот тех самых обитателей Северной Африки и Ближнего Востока. В итоге дошло до того, что они вынуждены были собирать гигантский флот для того, чтобы бороться с этими пиратами. Через какое-то время стало понятно, что одного флота мало, потому что есть захваченные грузы, есть захваченные люди, которые не на море, которые держатся на территории, собственно говоря, этих самых управляемых этими берберийскими пиратами. И вместе с флотом пришлось еще и срочно строить новую армию, вот совсем новую армию. По одной из версий, именно тогда в берберийских войнах была придумана концепция морской пехоты. Пехота, которая на кораблях доставляется к берегу, высаживается и тут же начинает вести боевые действия. Тогда это было необходимо для того, чтобы освобождать взятых в заложники американских моряков, американских торговцев и так далее. Ну вот, собственно, во многом взаимоотношения с Северной Африкой и Ближним Востоком сформировали нынешние современные Соединенные Штаты Америки. Ну вот ты упоминал о том, что Трамп признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой, но я так понимаю, что это в обмен на то, что Марокко признает Израиль. Я уже как раз об этом сказал. На самом деле, смотри, о чем идет речь. Дело в том, что в Израиле, если мне память не заменяет, порядка полумиллиона человек живет марокканского происхождения, марокканские евреи. И многие из них так или иначе, несмотря на отсутствие дипломатических связей, несмотря на формальное состояние войны, спокойно передвигались между двумя странами. Это сплошь и рядом происходит. В Ирак тоже ездила. Но уже, конечно, после свержения режима Саддама Хусейна много людей ездило из Израиля с корнями из Ирака, иракских евреев. И эти страны, Израиль и Марокко, неофициально, но тесно сотрудничали. Там, например, в обмене информацией разведывательной, например, об Иране, об иранской ядерной программе, о военных планах Ирана и так далее. И они в течение долгого времени сотрудничали, были, скорее всего, я подозреваю, не только вот эти вот разведывательные, военные связи, но и связи, вероятно, коммерческие. Так или иначе, там полного разрыва отношений не было. Вот не было такого, что все разошлись, я не разговариваю. Где-то как-то на каких-то нейтральных территориях, может быть, в Европе, может быть, в США, может быть, в Египте или Иордании были какие-то связи. И вот сейчас просто обе стороны говорят о том, что мы теперь будем налаживать отношения. Мне понравилось то, что в заявлении правительства Марокко говорится не об установлении связи с Израилем, а о продолжении связи с Израилем, как с государством, с государством теперь уже дружественным и так далее. То есть теперь это просто фиксация сложившегося статус-кво. То, что было де-факто, стало де-юре. Ну, во-первых, это фиксация статус-кво сложившегося, но это еще действительно продолжение, потому что теперь будут открыты посольства в двух странах, теперь, возможно, в течение времени какого-то, вероятно, ближайшего откроется прямое сообщение, будет прямой товарообмен и так далее. Ну, то есть это чуть больше, чем просто фиксация статус-кво. Это следующий шаг. Есть только одна вещь интереснее Ближнего Востока и Северной Африки, и вещь это рок-н-ролл. Ну-ка. Скажи мне, пожалуйста, ты смотрел, я сейчас в сторону от рок-н-ролла, для того, чтобы тут же к нему вернуться. Ты смотрел сериал «Корона» о британской королевской семье? Да, который повествует о событиях, начавшихся в 1947 году с момента, условно говоря, восшествия на престол. Нынешний королевый, Елизавета II. Вот сейчас какой-то, по-моему, четвертый или пятый сезон вышел. Я только на втором сезоне сейчас. И, вероятно, тем, кто ждет продолжения, тем, кто ждет нового сезона, придется чуть-чуть подождать. Почему им придется чуть-чуть подождать? Да потому что продюсерская, режиссерская группа сериала «Корона» сейчас, судя по всему, будет заниматься совсем другим продуктом. Они будут снимать художественный сериал, как минимум на два сезона, посвященный молодым годам группы «Роллинг Стоунс». И на сколько сезонов? На два? Минимум на два. Вот пока известно, что будет два сезона. Известно, что, значит, те люди, которые как раз занимались продюсированием и постановкой сериала «Корона», будут заниматься съемкой этого сериала. А вот в качестве сценариста им удалось заполучить этим людям прекрасного, ну, вот с моей точки зрения, прекрасного писателя, потому что я помню, я там в молодости зачитывал свои книжки. Ника Хорнби, он написал, ну, я вот помню, в «Хай-фай» у него была отличная книга о коллекционере музыки, и у него еще несколько было хороших-хороших, таких толковых действительно книг. И он, помимо всего прочего, он еще такой человек, который с удовольствием влезает во все эти рок-н-ролльные дебри, занимается, там, значит, изучением истории тех или иных записей. Поэтому я надеюсь, что это будет действительно стоящее кино, я даже готов буду посмотреть его от начала до конца и рассказать о нем в эфире. Я надеюсь, что все будет хорошо, я надеюсь, что никакие там, никакие коронавирусы, никакие пандемии, никакие сотрясения всего этого шоу-бизнесовского дела не помешают снять это кино, буду его действительно ждать. Ну, представь, что такие олды, как мы, с точки зрения условных зумеров, это еще полбеды, а вот такие олды, как «Роллинг Стоунз», это вообще же для них какое-то ископаемое. Поэтому, может быть, сериал для кого-то станет проводником в мир прекрасного рок-н-ролла, который звучал из всех колонок, но несколько десятилетий назад. Боб Дилан, мы вчера обещали рассказать о Бобе Дилане, мы о нем часто вспоминаем в последнее время. Во-первых, потому что это тот человек, который достоин того, чтобы о нем вспоминали. Во-вторых, потому что можем. Да, можем себе позволить, да. А в-третьих, а уже только в-третьих, потому что он продал права на свои песни Universal Music на сумму от 200 до 400 миллионов долларов. Точно неизвестно, представитель Боба Дилана сказал, что никаких заявлений не будет. Да, сказал, что продали, но официально никаких заявлений дальше не будет сделано. Начал выяснять, стоит ли игра свеч вообще, а стоит ли ввязываться в такие большие покупки и сможет ли Universal на этом деле заработать. Выясняется, что сможет. Во-первых, потому что действительно, мы вчера на этом прервались, права принадлежат только Бобу Дилану и ни с кем не придется их делить. Не может быть уже никаких споров, никто не придет и не скажет, вы знаете, а еще я там должен, у меня здесь указано там в титре, что я здесь насопел что-то еще, поэтому давайте делитесь со мной. Нет, все эти 600 там с лишним песен принадлежат права Бобу Дилану и никто не может их оспорить. Все, Universal будет получать все эти деньги. Полез искать. Ведь смотри, мы с тобой говорили, компакт-диски не продаются, винил продается не так хорошо, как хотелось бы, все ушло в онлайн. Значит, в прошлом году, в году до коронавирусного музыкальная индустрия принесла дохода 20 миллиардов долларов по всему миру. 20 миллиардов долларов принесла, собственно говоря, вот эта вот самая музыкальная индустрия тем людям, которые на этом зарабатывают. Из этих 20 миллиардов 56% пришлись на долю стриминговых платформ. Стриминговые платформы аккумулировали большую часть. YouTube Music, Apple Music, Spotify. Сейчас уже нет, Apple Music есть, да. Google Music нет, теперь вот все на YouTube. Это все вот они. Компакт-диски, винил, концерты. 44%. 44%. Суммарно. Суммарно, да. Вот это все сумма. 56% получили стриминговые платформы. На стриминговые платформы вдруг внезапно поднимают популярность, интерес к старым песням, к песням. Не к новым хитам, которые вот сейчас записываются и сейчас продаются. А вот, например, есть пример, прошу прощения за эту автологию. Есть пример старой песни группы Fleetwood Mac, которая вновь выстрелила спустя там 40 с лишним лет. Соответственно, а, вот еще интересный момент. С каждого доллара, с каждого доллара, который тратят подписчики стриминговых платформ, лейблу и исполнителю уходят 58,5 центов. То есть это действительно можно заработать. Есть еще один момент, о котором, наверное, не стоит говорить, потому что это очень циничный момент. Но, тем не менее, Дилан все-таки человек немолодой. Ему 79 лет. И понятно, что когда его не станет, резко возрастет интерес к его творчеству, резко пойдет в гору продажа так или иначе всего связанного с ним, ну и в первую очередь музыки. Я недавно обнаружил, что, например, сборник песен Боба Дилана на 49 компакт-дисках, которые называются «Полное собрание альбомов Боба Дилана. Часть первая». Вторая часть еще не вышла. Часть первая. Знаешь, сколько стоит? Ну, 49 дисков. Вот эта вот коробка, если новая, не распакованная, она стоит 800 долларов. 800 долларов? Она стоит 800 долларов. С ума сойти. Их разбирали, как горячие пирожки. У тебя есть? Нет, у меня. Ну, огромные деньги. Огромные деньги. Но вот для фанатов, для ценителей, для тех людей, которые действительно следят за всем этим, конечно, я понимаю, что... А, заметь, еще важный момент. Еще дальше про Бобу Дилан продолжаем говорить. Я сэкономлю тебе 800 долларов, подарю тебе подписку на YouTube Music. Спасибо большое за 5 долларов. Это не потому, что ты не стоишь 800 долларов. Да, я понимаю. Ты стоишь дороже, Юрка. Просто так удобнее. Да, просто так удобнее. Видите, права теперь распространяются не только на компакт-диске, не только на винил, не только на ту музыку, которая звучит на стриминговых платформах. Теперь Universal Music будет получать деньги от каждой ноты Боба Дилана, прозвучавшей в кино, в сериалах, в рекламе, по радио и так далее. Хуже того или лучше того, Universal Music будет получать теперь деньги с каждого концерта Боба Дилана. А это, я хочу тебе сказать, ну, реально большие деньги. Потому что, ну, в этом году, понятно, из-за коронавируса ничего толком не было, никаких концертов толком не было, но в прошлом году далеко не молодой старик Циммерман отыграл, знаешь, сколько концертов? 77. С ума сойти, подожди. 77. То есть делим 365 на 77 и получаем в среднем один концерт в 5 дней. Один концерт. И это он причем, смотри, это он еще записывал альбом, который вот вышел в этом году. Это он еще был занят в самых разных других проектах. Это он еще снимал клипы. Это он еще принимал участие в каких-то там съемках, кому-то помогал. Может быть, даже кого-то продюсировал. То есть человек живет, ну, максимально насыщенной артистической жизнью. Ну, можно тогда придумать бизнес-план. Может быть, когда-нибудь на 49 компакт-дисках будет точно так же продаваться полное собрание сочинений и программы двойные, стандарты, понимаешь? Часть первая. Ну, мы будем димпинговать. Зачем 800 долларов? Зачем 800 долларов? 700. Ты сейчас, мне кажется, договоришься, наше начальство услышат и скажут, так, они хотят срочно на 49... Давайте выкупим у них авторские права на все программы. А во-вторых, чтобы скорее насобирать материалы на 49 компакт-дисков, мы заставим их сидеть... Пусть еще по выходным работают. Да-да-да, вот я поэтому и говорю тебе, не подсказывай. Ты же знаешь, ты же знаешь, что мы живем в мире капитала. И тут не Universal Music принесет нам с тобой 200 миллионов или там 400 миллионов долларов. Тут совсем другие люди. Совсем другие люди. Но, тем не менее, наша задача с Юрой остается неизменной. Это дожить до понедельника, чего и вам желаем. Берегите себя. Не выходите лишний раз сегодня на улице для того, чтобы не поскользнуться. Тем более, вот Юра, как мастер спорта по пребыванию дома, знает 192 занимательных способа провести субботу с котами. С котами. Всем всего хорошего, всего доброго. Счастливо.